всем привет на связи борис сколов сайт весом точка ру и давайте в сегодняшнем видео я вам расскажу о правилах въезда на кипр для россиян а пцр тесте визе загранпаспорт и других правилах условий сразу скажу вот на всякий случай посмотрите уточните правила по ссылочке под этим видео потому что youtube к сожалению не дает мне возможность перезаписать видео допустим что-то вставить добавить например какие-то изменились правил пцр тест он мне не дает возможность вставить поэтому уточняйте правила по ссылочке под этим видео сейчас давайте расскажу о правилах актуальных на сегодняшний день и начну например с виза загранпаспорт так как эти правила не меняются и действует всегда для граждан россии виза на кипр нужно визу можно оформить в течение одного рабочего дня онлайн если вам нужна виза обращайтесь к нам мы вам сделать в течение одного рабочего дня то есть можем сделать от нескольких часов до нескольких рабочих дней все будет зависеть например от сроков от срочности о том нужно ли вам будет еще делать какие-то дополнительные документы по этой визе въезд однократный граждан россии можно находиться на кипре 90 дней смотрите очень важный момент онлайн визу можно сделать только для граждан россии пожалуйста просьба обращайтесь к нам только граждане россии с другими странами мы не работаем и дать какие-то вам комментарии консультации также не можем так как этим просто не занимаемся обращайтесь непосредственно в представительство кипра и так визу можно было форме течение одного рабочего дня пожалуйста обращайтесь к нам срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев с момента въезда на кипр тоже внимательно следите это важный момент и лучше если у вас заканчивается загранпаспорт продлить медицинская туристическая страховка навсегда была нужна на кипр сейчас она тем более нужна медицинская туристическая страховка должна покрывать лечение коронавирусом можно ее оформить онлайн вы можете просить нас мы поможем можете сами оформить онлайн по ссылочке на сервисе где сравнивают цены на страховке от всех ведущих страховых компаний то сможете выбрать сравнить цены оформить буквально онлайн в течение пяти минут вот что теперь вот это правило они действовали всегда для въезда на кипр его до коронавируса и после коронавируса когда кипр открыли с 1 апреля 2021 год для россиян теперь конкретные правила которые касаются коронавируса вам нужно заполнить после того как вы получили визу вам нужно заполнить кипрус flight pass можете сделать это самостоятельно онлайн можете обратиться к нам мы заполним естественно услуга платная если вы обращаетесь к нам можете сами сделать бесплатно кипрус flight pass обязательно для заполнения знать иначе без него вас не посадят на рейс на кипр на самолет люди кто забывали срочно отдам на даже нам клиентам звонили за аэропорту и мы забыли сделайте пожалуйста можно конечно успеть сделать то лучше искать и все это сделать заранее начали сне по сайт на рейс пцр тест для поездки на кипр граждане россии на сегодняшний день опять посмотрите на всякий случай по ссылочке под этим видео правило не поменялись ли они так как youtube не даст мне например исправить на сегодняшний день пцр тест нужен он должен быть сделан за 72 часа до прилета на кипр и должен быть на английском языке также после прилета на кипр вас обязательно возьмут еще один пцр тест в аэропорте ларники он стоит 30 евро в аэропорте пафос 32 евро эта процедура происходит в течение часа полтора то есть вы прилетели все-таки есть очередь еще не слишком быстро все это происходит сдали от пцр тест едете в отель и до момента получения его в официально но это опять официально про должны находиться на территории отеля но обычно пцр тест приходит его результаты к власти кипра это все понимает стараются сделать максимально быстро и приходит в течение где-то нескольких часов то есть после этого вы можете отдыхать гулять и находиться на кипре вот такие вот правила въезда на кипр для россиян граждане россии могут оформиться онлайн про визу электронную визу пожалуйста если вам нужна виза обращайтесь к нам граждане других стран например украинца вообще виза не нужна так как кипр входит в леса в страны с визу не нужно было граждан беларуси казахстана и других стран снг пожалуйста не обращайтесь к нам то что мы вам просто ничем не можем помочь но все всем пока хорошего вам отдыха на кипре с вами был борис искалов сайт виза сам точка ру и до встречи в следующих видео да не следует конечно забывать это правило въезда на южную территорию кипра то есть в аэропорты ларнаки пафоса кипр поделен на две территории северный и южный кипр например правило въезда на северный кипр читайте по ссылочке ниже так как они также очень часто меняются но и обычно туристам их просто ну знаете на данный момент сильно не надо все равно если вы спокойно прилетите на южный кипр вы можете с этим штампом перейти спокойно границу северного кипра посмотрите мое видео как я сделал это в никосии на северный кипр просто часы рейсов нет то есть туда еще надо ему сильно умудриться чтобы попасть на так официальное правило то есть вы должны прилетать сначала на территорию южного кипра в аэропорт ларнаки или пафос а потом если у вас есть желание можете пересекать границу я например так два раза пешком пересекал границу в районе никосии и сходить на северный кипр ну все пока пока до встречи следующих видео да не забудьте поставить лайк если вам было полезно это видео и подписывайтесь на наш канал